доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 29 августа 2024 года и вот сбылась моя мечта я хотела именно такой аквариум чтоб когда я проходила мимо аквариума мои рыбки были у меня на виду перед этим я покупала цехлит озеро малави и за полгода пока я их растила из малька я их видела только наверное вот когда кидала корм в аквариум они схватят мы хватали корм и прятались в укрытие которых для цехлит нужно очень много потому что это такая рыбка скажем в природе живущие именно таких каменистых озерах озеро малави вот у меня были цехлиды которая прячется по ночам в укрытие там же выращивается потомство именно поэтому вот таким образом у меня оформлен аквариум до без растений потому что растение в общем-то они склевывают выкапывают вчера предлагала обваренные листья крапивы ничего у меня не стали они они не попробовали поинтересовались но собственно есть не стали зато корма тетра и сыра предназначенные для цехлит едят замечательно это у меня цехлозомки чернополосы и 2 тут есть малючка собственно говоря рожденные в этом же в этом же памяти вот они белого цвета с желтым оранжевым пузиком а я заказала сейчас вот как поедем в город заказала себе цехлозому фламинго которая по скажем не подтвержденным данным это либо альбиносная форма чернополосой цехлозомы которые у меня здесь плавает по другим данным это гибридная форма чернополосой цехлозомы с кем-то скрещенная поэтому они белого цвета без полосок вот поедем в город заберем малька сейчас запускаю 2 аквариум большой но как бы как как отсадник потому что здесь у меня еще попугайчики сапфировые мальки вот они и я покупала сразу много мальков разные как вы видите тут возраст у них размер поэтому разный для того чтоб в последующем это такая рыбка которая создает себе пары на всю жизнь так как у малька пол не определяется специально покупала много для того чтобы они с моментом взросления смогли создавать себе пара они создают их вот именно так скажем с возраста малька создают себе пары и потом всю жизнь так и живут парочками поэтому у меня готовится уже 2 аквариум для запуска для отселения тех рыбок которые окажутся например роднополыми или ним не смогут найти себе пару будут жить в другом аквариуме в этом аквариуме меня будут жить когда подрастут именно сложившиеся парочки для того чтобы интересно было наблюдать за их поведением а цехлозома она очень интересная рыбка в поведении также как сапфировый попугай это искусственно выведенный гибрид из как раз таки чернополосой цехлозомы которые еще называют зебра цехлозома за ее вот эти полосочки с рыбкой попугаем который вот истинный попугай кругленький такой поэтому они по форме отличаются одним словом рыбы очень умные интересные и представляете себе вот таким моногамные если не ошибаюсь в определении того что они создают себе пары на всю жизнь так с возрастом они меняются самцы приобретают такой нарост на голове самочки окрашиваются пузико окрашивается в оранжевые цвета рыбки вот такие чернополосые цехлозомы меняют цвет в зависимости от настроения в зависимости от освещения видите у него голова светлая тут же становится темного одной и той же рыбы вот он сейчас может быть вот таким вот темненьким отплывет в другую сторону и станет светленьким и голова и тельца поэтому наблюдать за этой рыбой очень интересно именно поэтому мне хотелось аквариум создать с таким населением которое я буду видеть за которым я смогу наблюдать и собственно я вот этим именно сейчас и занимаюсь на аквариуме у меня очень удобно разместилась василиса прекрасная потому что лампа в аквариуме когда включена она дает тепло и у меня получается такой щадящий нижний подогрев для василиса прекрасной это моя лягушка рогатка сверху она у меня сидит с ультрафиолетом здесь еще все это конечно закрыто я сейчас открыла для кормления рогатки и и импровизированный вот такой террариум потому что у меня с рогаточка небольшие проблемки она маленькая по возрасту и по размеру и кормить ее надо ну получается как бы в идеале каждый день небольшими кусочками мы заготовили ей я говорила рыбку именно вот свежайшую муж поймал речного окуня я сделала филешечку и все было здорово и замечательно но она у меня отказывается кушать несмотря на то что была откровенно голодная она не ела самостоятельно мне пришлось ее буквально заставлять кушать так происходит уже я уже стараюсь кормить ее через день ну скажем так если она еще не успела переварить предыдущий кусочек может быть допустим я дала большой кусочек рыбки и она переела и скажем пока еще не голодная я нервничаю потому что она должна кушать хорошо много с желанием так как она растущий организм при этом она должна получить кушать это все с кальцием для этого стоит ультрафиолет чтобы все усваивалась иначе она будет у меня больная зарахищенная я этого очень боюсь и стараюсь все делать правильно но вот уже прошло он скажем достаточно много времени с момента ее приезда в мой дом и мне как бы не нравится что она постоянно с принуждением ест эту рыбу я подумала о том что может быть ее в зоомагазине я его купила в зоомагазине кормили не рыбы можно их еще кормить куриными сердечками поэтому сегодня я купила вот именно охлажденку куриные сердечки порезала на маленькие кусочки и вот сейчас хочу попробовать предложить наши рога . так пардоните эта крышка от аквариума у меня вот как неудобно все делать одной рукой так лягушонок у меня вот здесь у меня с ультрафиолетом так сейчас у меня что-нибудь опять куда-нибудь упадет крышка от аквариума мне упала так поднимаем так что я хочу сказать вот у нас мой малыш сидит я сейчас уберу от нее подальше мох чтоб она его не наглоталась здесь удобно при таком вот содержание на мхея на поролончике поддерживать чистоту мне удобно быстро все это промыть собрать воду добавляю кипяченую охлажденную потому что у нас вода из колодца то есть в ней могут быть ну как бы все что угодно все что может быть в живой воде у нас глубокий колодец 10 метров глубины так давайте будем пробовать создавать куриное сердечко сейчас я его в кальций обмакну и попробуем покормить нашу василису прекрасную куриным сердечком я уже пробовала сейчас вот попробуем один кусочек с кальцием второй кусочек без кальция сегодня день кормления я уже составила себе график на календаре все записываю когда она не хочет она начинает убегать прямо по всему этому террариуму за то что сыплется тут кальций и все такое я не боюсь мне очень легко и просто ее почистить при таком содержании на поролоне и свежим сфагнуме в которой она как вы видите с удовольствием закапывается давай мой хороший давай 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 кушать надо надо кушать я из-за этого переживаю очень расстраиваюсь она кушает если я вот ее заставляю понимаете буквально вот так вот зажала в угол да и в рот ей как бы пытаюсь запихнуть она сидит сидит разозлится и собственно говоря вот она еще пытается убежать она не не злая девочка она не хочет меня укусить она просто пытается избавиться от меня с моими приставаниями ну когда я собственно начинаю доставать ее капитально она все-таки берет этот делает типа кусь но открывает рот а я туда быстро заталкиваю ей еду давай 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 мой хороший сделай один маленький кусь пожалуйста ты зубастый лягушонок у лягушек рогаток огромные при огромные зубы давай 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 мой хороший давай опа все ребята она сделала кусь теперь мы будем с вами наблюдать как она это все будет проглатывать глотают лягушки глазами то есть вот для того чтобы проглотить сейчас на просто не знаю получится у меня вот так перейти так сейчас маку лампу уберем ультрафиолет я думала что мне этот ультрафиолет мешает самую как-то все мы проглотили кусочек куриного сердца ребят я просто счастлива мы с вами увидели первый раз как моя василиса прекрасная пытается но все-таки окушает сама скажем прямо по сравнению с тем что я кормила ее рыбкой она в общем-то долго сопротивлялась сейчас прям я рада я рада все оставляю девочку в покое сейчас для усвоения пищи ставлю ее обратно на аквариум вот сюда на лампу от аквариума идет тепло у меня здесь лежит градусник нагревается она аккуратненько и сверху накрываю вот ультрафиолетом который сейчас держу в руке а для того чтобы было лучше у меня освещение но мне лучше она как-то не становится вот открываю ультрафиолетом закрываю вот это все открытое место крышкой чтобы была повышенная влажность в эти стеночки контейнера запотевшие влажность должна быть хорошая для лягушечки и радуюсь что мой ребенок кормленной расти будет у нас ура ребята ура первый раз василиса прекрасная поела но может быть ты все-таки мясоед а не рыбоед но вот сердцем у нас получилось проще и быстрее все я счастлива ставлю в календарь и себе пометочку и увидимся дорогие друзья в следующий раз нашей василисой следующее кормление посмотрим ну так как она у меня отказывается от еды я кормлю я через день примерно всегда в одно и то же время вечерняя вот сейчас я покормила и с утра пока у меня абсолютно свежайшие из магазина сердце сегодняшнего числа куриные сердечки все ребят я счастлива и довольна оставляю васеньку в покое пусть переваривает мяско и если вам интересно наблюдать за ростом и развитием моих ребяток оставайтесь с нами всем пока и до новых встреч